Привет, господин, господин посол. Как же вы здоровы? Слава Богу. Спасибо. Какая-то, господин посол, плохая традиция. Лучшие наши друзья, послы, уезжают, и мы вынуждены надеяться, что те, кто приедут после вас, будут хорошими нашими друзьями. И мы, так же, как при вашей каденции, сможем выстроить самые добрые отношения с Азербайджаном. Но в том, что у нас будут хорошие отношения с Азербайджаном, я нисколько не сомневаюсь, поскольку на всех уровнях, вы это не хуже меня знаете, нам удалось выстроить эти взаимоотношения на основе взаимопонимания. И не просто взаимопонимания. Между нашими народами очень добрые, тесные, дружеские отношения, как мы часто говорим, братские отношения. Вот это пример хороших отношений со времен Советского Союза. Мы как были в одном когда-то государстве и имели хорошие отношения, блестящее отношение, нам удалось не просто их сохранить, но и приумножить. И, конечно же, вы сделали для этого немало. Вы настоящий друг нашего народа. И очень надеюсь я, что где бы вы ни работали после этого периода вашей жизни, Беларусь останется в вашем сердце. Поэтому мы всегда вас ждем. Приезжайте в любое время. Все-таки часть вашей жизни связана с нашей страной. Я вас благодарю за понимание того, что происходило и происходит в Беларуси, тех непростых процессов. Беларусь очень переживали во время конфликта Азербайджана-Армении. В основном, благодаря позиции Азербайджана и вашего президента, моего хорошего друга, вам удалось все-таки стабилизировать там обстановку и прийти к мирному урегулированию тех проблем, которые существовали. Конечно, путь к миру только начался. И армянский народ, и азербайджанский народ, они заслужили спокойной, мирной жизни. Мы очень хотели бы, чтобы так было. И я уверен, что так будет. Что касается наших отношений на перспективу торгово-экономических, какой-то помощи со стороны Беларуси в плане технической, технологической и прочее. Ну, вы знаете, что наши двери всегда открыты. Благодарю вас за поставку углеводородного сырья в Беларусь. Вы молодцы. Вы не прогнулись под давлением со стороны западных государств. Словом, вы держите слово. Так как мы договорились, так и действовали. Это дорогого стоит в современном мире. Вы на нас можете рассчитывать. Мы готовы реализовать те договоренности, которые были достигнуты во время моего визита недавнего в Азербайджан.